сигнальчик вот это начало вот это начало ребята вот это вот начало смотрите только подкопнул ирии и вот ребята вывалилась огромная здоровая монетка скорее всего будет 5 компе копинка пиндосиков смотрим смотрим 2 копейки ребята 2 копеечки павловских павел 1 у меня павла 1 ребята уже изрядная коллекция собралась рассмотрим год если тот которого у меня нету я буду сейчас просто прыгать прыгать от счастья ребята не 97 97 года у меня точно есть и ни одна монета уже мне не хватает 1800 года павел 1 правил всего там четыре с чем-то лет и всего лишь только пять годов у таких монет 97 98 99 800 и 801 ребята 800 года у меня в коллекции точно я знаю что нету но никак и не могу найти 800 год не получается ребята ништяк классная монетка зачет друзья всем привет на канале в поиске кладов серега на что друзья начинаем тиндрин тиндрин ходить металлоскателем сказать всякие разные интересные штучки начинаем поехали туки-туки-туки-туки-туки-туки-туки-туки желтенькая монетка это у нас будет советский союз по любому будет совет или троечка или пятерочка по размеру будет на пятерочка пятерочка 1900 сороковой год видно очень-очень хорошо довоенные 5 копеек ну что сегодня довольно-таки все неплохо так идет блин грибников ходит вообще целую кучу по лесу там то там пусть там встречается и смотрит на сереже как на это самым ненормального человека покопать уже спокойно нельзя какой-то сарайщик стоит посреди поля ребята сейчас зайдем на посмотрим трава очень-очень высокая по-любому будет какой-нибудь пустой но мы обязательно заглянем да поглядим там мусора целая куча целую кучу мусора до хлеб был ясно здесь скотина содержалась корова на настояла здесь какой поросеночек содержался поросенок ты где просел к уже нет здесь что-то было явно до один хлам короче остался а здесь на курочки питались мусорка она и есть мусорка ладно ребята все продвигаемся дальше в лес и будем искать копать бутылочки как многие подумают что сережа возьмет кастрюлю и оденет себе ее на башку не буду одевать там слишком мусора много ребят какого-то хлама понавали на все сваливаем отсюда идем копать дальше в лесок смотрите друзья смотрите сюда смотреть смотреть смотрите как красота торчит по моему ручка ручка то ли от вилки то ли от ложки а по а по прямо в корнях по дереву вытягиваем есть ложка у и погнутая ребята погнутая ложечка старенькая этот у нас начало 20 века скорее всего даже конец 19 может быть ну скорее всего начало 20 в любом случае это царские времена николаевский ну что ему стоит такой довольно таки место неплохое ходить здесь можно видно что здесь проходила дорога когда-то царского по той стороне даже по карте на просматривается и вот вдоль дороге можно сказать что царская и хожу ребята просто ништячок грибник 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 все видит все слышит грибник идет грибы собирает какие люди а я тебя на ю тубе видео чакла тыщишь ну можно сказать что и клад еще грибы то есть да нет тут нифига грибов ну вот так бывает у вас грибов нет у меня клада нету ни грибов не клада ни идей не вот здесь ты не прав идея как раз таки есть и я должен донести тебе и твоим подписчикам ну очень важную информацию слушаю очень внимательно а вот есть такой сайт 20 идей . ру и я рекомендую каждому перейти на него по ссылке в описании под видео и обязательно поделиться этой ссылкой со своими друзьями между прочим владелец этого сайта замечательный человек инициативный деятель дмитрий давыдов и он поделился 20 идеями по улучшению нашей страны у нас такая большая и прекрасная страна у нас такие безграничные возможности но в данный момент мы делаем что-то не так и у нас есть к чему стремиться мы должны идти только вперед государство должно знать что у нас есть такие классные идеи вот тут я уже с вами полностью согласен что эти идеи должны быть замечены государством друзья переходите по ссылке в описании под видео и ознакомьтесь с приложениями а самое главное поделитесь этой ссылкой со своими друзьями счастливо нормальный этот растянулся будь аккуратен пожалуйста в лесу какая шикарная находка ребята какая шикарная находочка крестик ушко на месте все лепестки на месте ну крестик примерно начало 20 середина двадцатого века красивый шикарность рисунком крестик хотя довольно-таки видно ребята что он такой под заношенный что а пока что там поползут мне такой этот самый на на жук какой-то жучок и что его носили довольно таки долго думал что несколько лет его точно таскали потому что видны и затертости со внутренней стороны особенно кто там щелкает опять грибник идет и будет и грибники не надоели нормальный такой экземплярчик валяется ух ты один человек будет даже очень-очень доволен который собирает все это дело заберу заберу и отдам человеку так а рожек нету да рожки у нас почему-то сгнили ладно череп забираем покажу вам место здесь был весной весной я тут бы бывал 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 побывал и здесь было очень сильно затоплено ребята а вот сейчас водички по моему поменьше вот в этом месте полностью стояла вода ребята полностью было затоплено вообще просто было сюда даже не зайти сейчас вода куда-то делась можно даже посмотреть что есть у ее 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 тут у насрал кто-то насрал ребята махках уход мы какая куча огромная если ты не живет ты выходи ломать из кого ребята же помет и пчелы там какие-то и осы ну марита там точно кто-то живет сто процентов по-любому кто то есть там грибы он выросли грибочки видите какой здесь запах а запах навоза ну покопать на было бы интересно вот этот бункер это вот убежище бомбоубежище не знаю что склад какой-нибудь был место очень тихо такое ванище посолка не отсюда нафиг дышать просто вообще невозможно ребята навозом капитальным навозом каких-то животных непонятных но вообще место очень очень любопытный кстати о нем никто не знает вообще никто о нем не знает как палочку не надо ломать сережа она тебе еще пригодится возможно что там даже живет какое-то большое животное страшное какой-нибудь медведь и вот это вот его рук дело так что надо отсюда сваливать подальше пока мне не растерзали не растерзали на части прямо сверху друзья думал начали что будет монета смотрите пилин облом какой вышел здесь видно явно дырочки дырочки сейчас возьму палочку и проковыряем дырочки это у нас от лошадиной упряжки украшения сто процентов что сделано из монеты попадаются такие ребята ну очень часто вот именно сделаны из монет как они было две копейки николаевских просто пробиты дырки в ней и вот лошадиную упряжку сделано такое украшение сюда продевался ремешок и она очень очень красиво смотрелась на лошадке очередная друзья каминка тоже с лошадины упряжки вот такой вот кольцо сюда тоже тебя продевалась ремешок как-то вот такой была сопряжающая часть с лошадиной узды не знаю борозды несу какую-то бредятину уже капитально шапка что-то случилось поправить надо немножко шапочка немножко большеватая большевата для такой маленькой головы прямо под цветущим вереском ребята выскочила мне монетка сигнальчик такой был слабенький почему-то и это у нас это массового вижу что это один рейс феник первая мировая война немцы год я сейчас наверно ребята не разгляжу и не смогу вам сказать мы с вами на большую камеру уже все все посмотрим что это за монетка такая монетки просто просто обожаю растет грибочек колпачок колпачок дурачок их в лесу очень очень много и у такого находка ребята по моему это пломба свинцовая я так взял ее в руки и она тяжеленькая ну давайте на камеру разглядываем что там надписи потому что так я опять нифига не вижу ребята тут все отсвечивается грязной ничего не могу разобрать а вы уже все прекрасно прекрасно видите все циферки и все буковки а сережа не видит ничего грязь к не знаю друзья вот вообще кто-нибудь собирает такие вот грибы колпачки они съедобные съедобные их очень много в лесу но по мне вот на вкус они вообще ну никакие я лично такие грибы не люблю их не собираю все разбежались все спрятались все попрятались потому что сережа 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 нашел 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 серебро да это еще это самое как я к ее как его не двигая и двигая ребята польская монетка не старая не старая знаю такие монеты я это у нас поляки злотой сколько у нас будет за 2 злотых 2 злотых ребята ништяк ништяк классная монетка ребят сейчас посмотрим какого она года где нас тут будто стоит год год 2 злотых 2 злотых ухода что ли нету маленьким маленькими цифры написано 1934 год видно хорошо ребята не заношенные затертая 2 злота 34 год до военные серебро ребята всегда классно находить серебро это просто очень очень замечательно 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 замечатель 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 да и фиг с тобой а то я скорее не дерево сломаю а ногу себе сломаю ну что ребята серебро есть серебро есть ништяк блин я вообще говорю что очень-очень надо аккуратно, ребята. В общем, какие-то танцы, я не знаю. Какие-то танцы, какие-то могут быть танцы. Такие могут быть. Серебрюшечка. Прячемся, прячемся, прячемся. Что это за чудовище? Какое-то мокрое, слизкое. Не знаю вообще, что такое есть. Такое страшное. Гриб, что ли, новый образуется на дереве. Наверное, скорее всего, так оно и есть, ребята. У нас монетка, у нас монетка. Вижу, что царская. Царская, зелененькая. Ну, затерта, ребята. Две копейки. Блин, года я не увижу. Не увижу. Ой, здесь тоже затерта. Ну, орел проглядывается, но очень-очень, друзья, плохо. Что-то гриб потрогал, пальцы у меня защипало. Начало щипать. Какая красавица, ребята. Какая красавица. Видно сразу, что здесь дорога была, потому что эти упряжки лошадиные, тьфу, эти конинки лезут одна за одной. Ребята, посмотрите, какая красота. Посмотрите, целенькая рыбка, да? Цельненькая. Ну-ка, ушки. Ушки все одно обломанное. Да, одно ушко обломанное, а три ушка целых. Ребята, классная находка. Очень даже симпатичная вещь. На какое-нибудь панно для изделий очень-очень даже подойдет. Посмотрите, какая красота. Вы только посмотрите, какая красота. Вот это дерево меня очень-очень интересует. Вдоль царских дорог, конечно, всегда интересно ходить. Меня тут ругают на видео. Говорят, Сережа, ты это самое в комментариях пишешь, ты что это деревья ломаешь? Там же какие-то дятлы кормятся. Деревья, что ли, дятла мало. Да полно деревьев. Не буду я хорошо. Расспросите, больше не буду ни деревья ломать. Все. Ни одного дерева больше не сломаю. Ни одного больше не сломаю. Ударился животиком. Животик себе поранил за вас, ребята. Ладно, не урчи. Посмотрите, друзья, посмотрите, какое мне выпало колечко. Колечко и в нем даже остался камушек. Обычно камушки вообще выпадают. И тут оно видно, что очень-очень крепко сидит. То есть его глубоко посадили и хорошо обжали. Обычное дешевое кольцо. Но тем не менее, какая-то девушка в царские времена уже лет сто с чем-то назад ходила и потеряла такое колечко. Потом пришла домой, наверное, и плакала. А мама ее ругала. Сказала, ну что ж, такая, блин, разденье. Ходишь по лесу, кольца теряешь. Очередная, ребята, советская монетка. Вот она, видно, желтенькая лежит. Я уж не думаю, что это золото будет. Да? Три копейки, ребята. Три копейки. Военные. Опять сороковой год. Сороковой год, наверное, вы можете с той серии они и есть, что я нашел до этого пять копеек. Да, сороковой, ребята. Три копеечки. Желтенькие, прекрасные три копейки. Алюминиевая бронза, как правило, очень хорошо сохраняется. И дореформенные копейки советские до шестьдесят первого года. Я просто вообще я с них тащусь. Мне они очень-очень нравятся, ребята. Не знаю почему, но прикольные монетки, симпатичные. Ну, шпак. Ну что, друзья, я считаю, что сегодня мы с вами даже очень-очень неплохо покопали. находочки есть. Можно сказать, что полная хабарница. На сегодня все, друзья. Вы были на канале ВПОСЕ КЛАДОВ с Серегой. Не забывайте про 20 идей. Ссылка стоит в описании под видео. Желаю вам всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok